Здравствуйте! Вы смотрите интервью КИЗ. С вами Ерлан Агисинов. Сегодня мы продолжаем разговор по вопросам развития национальной истории. Сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор, директор Института Истории государства Беркутпай Аган. Здравствуйте, Беркутпай Гельманович. Мы с вами не так давно встречались, это два месяца назад, практически сразу после большого совещания историков в Аккорде, где, кстати, вы и принимали участие. И сегодня больше, наверное, к вам вопросы не сколько как директору Института Истории государства, сколько как секретарю Межведомственной Республиканской комиссии по реформированию национальной истории. Скажите, пожалуйста, что было сделано вот за эти два месяца, начиная вот, когда наша встреча была 6 июня, насколько я помню? Это очень хороший вопрос. Мне тоже кажется, что наш разговор должен быть акцентирован на тех делах, которые удалось сделать. Я бы сказал, что сделана определенная работа. Касаясь вот самой непосредственно реформы исторической науки, мне бы хотелось подчеркнуть, что некоторые путают как бы саму реформу. Многие говорят о смене самой методологии, как бы больше говорят непосредственно о самой истории. Вопрос реформирования, он стоит гораздо шире. В частности, очень серьезная проблема, историческая наука должна реформироваться вместе с другими гуманитарными науками. В частности, с такой наук, как, скажем, антропология, биология, популяционная генетика, археология, а также с такими науками, как, скажем, политология, социология. Первое. Второе, значит, значительно расширяется поле для проведения реформ. Затем даны поручения и Министерству культуры информации по, скажем, сохранению артефактов, документов, которые будут и пребывают из рубежа. Затем, значит, обновление самого списка тех материалов, которые находятся здесь. Затем очень серьезную работу предстоит по популяризации самой истории, по раскрытию белых пятен. И в этом плане, значит, большую роль должны сыграть и писатели, и кинодокументалисты. Кинодокументалисты предполагают, что используют в целях реформы социальные сети, такие как Facebook, ВКонтакте, веб-сайты. Более того, значит, будут обновляться сетевые инструменты или медиаресурсы. И она касается, скажем, не только, скажем, идеи или концепции написания истории. Вообще сама реформа охватывает очень широкий круг вопросов. И очень серьезная проблема, конечно, это восстановление кафедры исторических дисциплин, факультетов и, значит, выделение, увеличение часов для преподавания истории Казахстана, выделение отдельных квот магистратуре. Но сейчас идет вот работа по восстановлению кафедры и факультетов? Да, вот буквально вот за эти два с половиной месяца заново были открыты порядка 43 кафедры. Не все, может быть, знают, что вот за эти 20 лет, как ни странно, пока шла перестройка, пока шло восстановление независимого государства, ряд кафедр, особенно в частных вузах, даже в государственных вузах были открыты. И на сегодня вот кафедры истории Казахстана существуют и функционируют в 59 государственных вузах. А вот давайте поговорим о качестве преподавания. Вот если мы возьмем преподавателей, вот те, которые нас уже преподают и имеют большой опыт в государственных университетах, то как быть вот здесь, в частных университетах? Кем готовятся сегодня историки и насколько они соответствуют тем требованиям, которые сегодня мы на них возлагаем? Ирланд, тут очень серьезная вещь. Есть понятие сами, есть преподавание на исторических факультетах, это отдельная тема, но по государственным стандартам Министерства образования и науки Республики Казахстан, история Казахстана должен преподаваться во всех вузах без исключения, какой бы формы, значит, государственная вуза или не государственная. Поэтому, значит, вопрос стоит так, охват знаний и истории отечества должен быть 100% охват студентов по знанию отечественной истории. Но количество я понимаю, а качество? Государственные экзамены, они по государственному стандарту принимаются везде, во всех вузах. Что касается качественного состава, то, с одной стороны, на сегодня, по сравнению с другими гуманитарными науками, историческая наука более может обеспечена. Хотел бы напомнить нашим телезрителям о том, что очень достаточно много видных ученых у нас как раз таки поехали за рубеж, за информацией, за той, которая, может быть, нам пригодится в реформировании национальной истории. Некоторые уже возвращаются. Скажите, пожалуйста, что они с собой привозят? Какой багаж знаний? За рубеж в этом году, вообще, в этом году, согласно плану, значит, был охвачен период древней и средневековой истории. Материалы по средневековой и древней истории в основном хранятся в восточных странах, в частности, в китайских архивах, затем, значит, в персидских архивах, это современный Иран, а также в Турции. И 24 ученых, они все, многие из них доктора и кандидат наук, там нет ни одного человека, который не имел бы научную степень. Большая группа выехала в Китай, Монголию, в Иран, в Турцию и даже в Индию. На сегодня вернулись 12 человек. На сегодня вернулись 12 человек. Когда нам ждать результатов? Наука делала такое, значит, материалы, которые вернулись оттуда, или копии, вернее, сами копии, оригинал-то нам никто не даст, они на сегодня созданы в специальной комиссии под руководством профессора Мирюрта Уиситовой, и эта комиссия очень внимательно будет отслеживать, находить эти материалы. Потом, значит, осенью эти материалы будут выставляться для общего обозрения. Введение научного оборота должен начаться уже осенью. Это и осенью? Да, это и осенью, когда, значит, будут проходить очень крупные научно-практические конференции. Затем, значит, они постепенно войдут в учебники, в социальные сети, это информация, которая найдена в зарубежных архивах. Уже в самое ближайшее время состоится коллегия в Министерстве образования и науки, вот именно по вопросам развития национальной истории. Скажите, пожалуйста, вот вы, историки, с какими проблемами и с какими вопросами намерены обратиться там? Коллегии будут проходить, скажем, как всегда, два этапа, пленарное заседание, затем, значит, будут работать секции, и одна из секций будет посвящена отдельно историческим дисциплинам, тем более на пленарке, значит, будет отдельный доклад по истории, по национальной истории. Вопросы, которые стоят перед нами, конечно, они очень важны. В частности, значит, мы планируем поднять вопросы расширения квот для подготовки молодых ученых, социальный статус ученого должен будет подняться. Потом, значит, диссертационные советы в последнее время, они же были закрыты, вот два года назад, с тех пор, значит, сама система PHG, пока она, она, по своей сути, правильная, конечно, идея-то правильная, но вот на сегодня до сих пор диссертационные советы работают, я бы сказал, вяло. И эти вопросы будут подниматься на этой коллегии. И, пожалуй, последний вопрос, профессор. Вот насколько сегодня сами ученые едины во мнении реформирования национальной истории? Здесь нет сомнений. Абсолютно большинство, с кем я не говорил, все отмечают важность и своевременность начала реформирования. Другой вопрос, насколько сами историки, мои коллеги, готовы к этой реформе. Мы часто говорим, что у нас не хватает ресурсов, скажем, мало людей из сознания не странных языков, в основном древних языков. Или, скажем, что мы говорим о том, что, к сожалению, не все ученые овладели или владеют новейшей методологией, например. Правильно? Проблемы у нас есть, но я сейчас повторяю, значит, абсолютно большинство моих коллег поддерживает саму идею реформ. Тут нет никакого сомнения. Большое спасибо, Буркут Пай Гельманович, за то, что нашли время. Я надеюсь на скорейшую встречу здесь же, в рамках программы «Интервью КИЗ», чтобы продолжить также интересный разговор по вопросам развития национальной истории. Но я хотел бы напомнить нашим телевизорителям о том, что сегодня в программе «Интервью КИЗ» принял участие доктор исторических наук, профессор, директор Института истории государства нашей республики Буркут Пай Айаган. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok